Журналист Дмитрий Гордон, если можно его назвать журналистом, сообщил о создании на территории России фильтрационных лагерей для украинцев. По его словам, там над людьми якобы издеваются и подвергают пытками. У нас есть много информации о том, что жители Мариуполя, в частности, выходя по гуманитарным коридорам, организованным властями России, они оказались в фильтрационных лагерях в большом количестве, где их пытают. Такое сообщение он распространяет в социальных сетях, во всяком случае, в своем аккаунте. Тимофей, наверняка вы об этом много знаете. Да, совершенно верно. Дмитрий Гордон, источник большого количества фейков, которые к нам приходят с территории Украины. Это вот один из них. Фейк о том, что якобы на территории Ростовской области, в частности, в Таганроге, созданы фильтрационные лагеря по прямому подобию концлагерей, которые устраивала фашистская Германия, со всеми вытекающими из этого последствиями. И для иллюстрации этой истории используются совершенно верно вот эти вот фотографии, где военные со стороны России осматривают машины, осматривают мужчин и осматривают татуировки, которые нанесены на этих мужчин. Для того, чтобы понять, собственно, принадлежность этого человека. Довольно большое количество бойцов этих батальонов, они в свое время нанесли себе различные татуировки, по которым их довольно легко определить, начиная с властики каких-то немецких фраз и изречений и заканчивая, собственно, собственной символикой батальона Азов. Собственно, этим и занимаются люди на этих фотографиях, пытаясь понять, нет ли среди беженцев, которые покидают Мариуполь, бойцов, настоящих бойцов, собственно, комбатантов, которые пытаются под видом беженцев, под видом мирных жителей, ну, попросту, слушайте, спасти свою шкуру от неминуемой... Переодеться можно, а вот татуировку свести нельзя. Да, спасти свою шкуру от неминуемой справедливости. А те люди, которые все-таки имеют возможность каким-то чудом воспользоваться этим гуманитарным коридором, куда они попадают уже на территории России? Они не только отправляются на территорию России, это абсолютно свободное желание каждого человека. Они могут остаться на территории Донецкой Народной Республики, и по их желанию они могут поехать на территорию Российской Федерации. Где они уже, будем говорить, попадают в пункт, где их перенаправляют по всем областям, которые на данный момент принимает Российская Федерация.